В минувший четверг судья ТИР в Лондоне признал Мухтара Блязова виновным в неуважении к суду. За то, что казахстанский политик отказался сдать людей, связанных с его активами, он должен провести в тюрьме 22 месяца. Но на заседание суда Мухтар Блязов не пришел. Где он сейчас находится, неизвестно. О том, что судья ТИР вынесет решение не в его пользу, Мухтар Блязов предполагал уже давно. В своем интервью, данном нашему телеканалу накануне судебного решения, он вполне уверенно предсказывает такой исход событий. Слишком уж странно звучали некоторые из его заявлений, сделанных во время процесса. Как будто они были списаны из официальных пресс-релизов Аккорды. По словам людей, присутствовавших на судебных заседаниях, британский судья принимал на веру все заявления истцов. Авторитет Назарбаева в рядах политического истеблишмента Британии превышает мнение частного банкира. Тем более, что лоббисты Аккорды не жалеют денег на создание имиджа просвещенного монарха Центральной Азии. Покупка недвижимости по завышенным ценам у британской знати, организация охоты и увеселительных прогулок в Казахстан, ну и раздача природных ресурсов сделали свое дело. Последним аккордом во всей этой нехитрой стратегии продвижения имиджа Назарбаева стало назначение советником Елбасе Тони Блэра, способного открыть двери в покое любого судьи, даже высшего суда. Правда, здесь возникает очень опасная аналогия. Ливийский лидер Каддафи, у него здесь в центре Лондона целые кварталы недвижимости, купленные, там миллиарды долларов здесь инвестированы в Лондон, и он, конечно, был влиятельным человеком здесь в Англии, но не случайно бывший премьер-мистр Тони Блэр тоже был ближайшим советником. Повторение истории может стать серьезным предзнаменованием для наших властей. Если влияние в Лондоне можно купить, то всегда существует возможность проиграть в новом раунде, как это и произошло в случае с Каддафи, который поверил, что сумел купить себе вечную крышу. Политическая война аккорды против Аблязова, как и раньше, ведется за счет БТА-банка. Только если раньше бизнес просто забрали, рассчитывая таким образом уничтожить независимость оппозиционного политика, то теперь готовы потопить банк, окончательно похоронив даже призрачные перспективы гражданских исков. Последние будут рассматриваться в Лондоне в конце этого года и в будущих годах. Где бы не был в тот момент сам Аблязов, одно можно утверждать совершенно точно – его не будет среди участников процесса, и это серьезно уменьшит шансы государства. Во что обходится ДТСК государство Казахстана? Известно, что банк за три года потратил свыше 500 миллионов долларов США. Это официальных платежей, которые они отражают в балансе банка. В частности, по 2011 году банк потратил 172 миллиона долларов США. То есть вы представляете, что такое потратить на одного человека свыше 500 миллионов долларов? Это полномасштабная война. В этой ситуации мы должны ответить еще на один важнейший для миллионов вкладчиков вопрос – каково же будущее БТА-банка? Похоже, в государственных планах его просто нет. В своем интервью, данном на прошлой неделе российской газете «Коммерсант», новый глава фонда Самрук Казана Умирзак Шукеев с подкупающей простотой признал, что никакой стратегии развития финансового сектора у фонда нет. В интервью нашему телеканалу Мухтар Аблязов считает, что в реальности вся нынешняя стратегия Абурды сводится к бизнес-плану самого Нашутана Назарбаева, членов его ближайшего окружения. Сам Аблязов готов бороться до конца.